Так, всё, работаем? Добрый день, Дмитрий! Добрый день, Вячеслав! Да, да, добрый вечер! Вот, мы давно уже как-то пытались связаться, и у нас что-то не получалось, сейчас, слава Богу, получилось, так что мы в эфире, нас сейчас смотрят... Сколько там смотрят? Я что-то не вижу. Ну, в общем, я думаю, что будет достаточно много смотреть людей, поэтому вы можете сегодня... Ты, ты, на ты мы договорились, на ты. Ты можешь сегодня, в общем-то, сказать всё, что думаешь по тем вопросам, которые наших зрителей волнуют. А в основном это вопросы, связанные с Россией, с Украиной, с внешней политикой, с войной, которая, на наш взгляд, уже идёт, третья мировая, ну, а война на Украине уж сам знаешь. Поэтому, ну, наверное, давай с Украины начнём. Или с того, с чего сам ты захочешь. Ну, ты ведущий, давай, задавай, я уж тогда за тобой пойду. Давай, давай, вот с Украины. Потому что я слышал твоё выступление по поводу маленького человека. Я аплодировал и смеялся по поводу этого, там, мотороллера этого, вот. Просто мне вообще это понравилось, понимаешь? Причём всё, что было сказано, было сказано не только от души, но это было аргументировано. То есть были какие-то, значит, националисты, так скажем, в России, которых знали, которые друг друга знали. И вдруг приходят какие-то другие националисты, которые Россию вдруг, как оказалось, любят гораздо больше, чем мы с тобой. И они вдруг вот со своих вот этих заправок, там, я не знаю, отовсюду повылазили, схватили автоматы. И оказывается, чтобы так же любить Россию, как они, нужно херачить русских людей. Понимаешь? Вот для нас это совершенно с тобой непонятно. Для них это понятно. Вот я хотел в связи с этим задать вопрос. Вот вокруг тебя, я понимаю, ты не один, вокруг тебя много людей. Они сразу же так же стали думать, как ты? Или вот эта ватность в них всё-таки проявлялась? Ну, говна в головах очень много. Вот. Ватных полно. Самые такие вот зашорены, они сразу от меня обмежевались, вот, перестали дружить. Хотя остались некоторые люди, которых я достаточно сильно уважаю, противоположных взглядов, но у них хватает ума, как бы со мной на эту тему не разговаривать, вот. И мы этих тем просто не касаемся. И многие, ну, не многие, там сколько, человек шесть я знаю, которые с ума сошли от телевизора, поехали туда с оружием, троих уже нету, вот. И очень хорошо, я этому очень рад, не скрываю это, потому что такие шизофреники, допустим, мне вот здесь не нужны. Вот. Понятно, что у них в головах какие-то, может быть, хорошие чувства, там, хорошие какие-то порывы, вот. Но человек, который не способен анализировать и думать, ну, его точно так же могут натравить на меня, на мою маму, на мою семью. Вот. Поэтому, ну, адекватных осталось. Вот. Их, конечно, немножечко поменьше, чем половина, но остались. И многие, скажем так, поменяли свою точку зрения, ну, месяца за три, наверное, вот, общение со мной. Вот. Как бы я говорил, вот, слушай, все, вот иди там лесом, вот я записал ролик, иди смотри, месяц пройдет, пожуешь, там, подумаешь, потом что-то поговорим. Вот. Люди возвращались, как бы, да, Див, ты был прав. Да, вот так вот. Вот. А насчет вот этих вот всех сумасшедших охранников в магазине, автомойщиков, еще каких-то людей. Вот хоть вот еще такой есть человечечка один, который раньше любил отрезать собачкам головы, там, хвостики. Вот. Ну, в детстве, как бы, присуща жестокость детям, но она всегда есть какой-то край. Вот. У меня детство, как бы, было дворовое, там, подвальное, чердачное, но у нас никогда такими вещами даже никто не думал об этом. Вот. Я считаю, что такие люди – это психопаты, это больные, это несостоявшиеся временно чикатилы. Вот. И я не понимаю, какое отношение имеют вот эти всякие люди, которые любят очень собачек, к национализму. Я этого не понимаю. Здесь бы его просто-напросто бы рано или поздно бы поймали бы, сделали бы то же самое. Вот. Или же бы он выродился в то же самое, вот, там, Печушкина, в Чикатило, в то же самое. Вот. Ну, для него случилось счастье, он уехал в Украину и стал сфотографироваться там с трупами. Ну, вот смотришь на фотографии старые и новые. Те же самые глаза, те же самые позы. То есть человек прется от того, что он делает. Ну, и вот, кстати, тоже тут недавно был видеоролик. Этот самый человек стоит рядом с Кремлем на месте, значит, убийства Немцова и говорит то, что мы никакого отношения к этому не имеем. Вот у меня, наверное, вот после просмотра вот этого ролика, наверное, суток-двое прошло, я полностью осознал, что у нас нет страны. Я как бы знал, что у нас нет страны, но тут я полностью, то есть вот погрузился в этот ужас. Международный террорист, убийца стоит рядом с Кремлем. То есть у нас не работает ФСБ, у нас не работает пограница, да, у нас тут все не работает. То есть вот эти люди, они спокойно гуляют в сердце Москвы. И тоже, опять же таки, это не как повод действия, это просто мысливое рассуждение. То есть, соответственно, всякие злобные жиды-бандеровцы могут приехать сюда, в Москву, и делать все, что хотят. Найти адрес этого мальчика, найти его маму, папу, да. То есть страшно, страшно, у нас не работает ничего, это крайне вот. Хотя, с другой стороны, работает как-то, может быть, даже в одну сторону. В прошлый год один человечек, вот мне, значит, достаточно молодой, я искренне надеюсь, что он как бы все вот это вот переживет, все с ним будет хорошо, его не пасают, не убьют. И он мне, значит, хвастается, Димон, вот мы, значит, возим гуманитарку ополчению, там, туда, в Горловку заезжаем, еще, 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 еще. Я говорю, а как? Ну, вот мы собираем, значит, деньги, там, миллионы причем собираются, вот. И собираем, значит, какие-то одежды, там, покупаем ночные приборы. Я говорю, а гуманитарка-то в чем, в ночных приборах и в бронежилетах? Ну, так улыбнулся, ну, да, типа того. Вот, и когда их машина подъезжает к границе, с ними созваниваются люди из сером, в сером, улыбаются, входят в машину, ну, понятное дело, смотрят, дают там зеленый свет на кордон, они проезжают к границу. И ждут их, пока они там все накатаются. Как только они подъезжают, звоночек, их встречают и тоже какой-то коридор им дают на территорию России. Прекрасно. Отлично. Вот так. Говорит о том, что, как бы, вот, все они записаны, все они посчитаны, машинка туда, ладно, туда ушла, это хрен с ним, обратно, чтобы посмотрели, чтобы не было там стволов. Вот. То есть, как только вот эти люди надоедят, их посадят. Это меньшее, что им грозит. Или уничтожат. Или уничтожат. Да, или просто тупо расстреляют, как сейчас вот тоже вот по интернету идут новости, что якобы там сепары долбят друг друга, да, там, одни пообещали там какие-то деньги, послали там в этот, в аэропорт, чудом живо остались, ушли в какой-то квадрат, тут же арта работает на тот квадрат. Все. То есть, ни денег, ничего, ни людей, хорошо. То есть, вот это все, все вот эти добровольцы, которые туда едут якобы защищать русский мир от хухлядских снегирей, тех людей, которые любят пожрать наших снегирей, вот, их просто-напросто там всех перемалывают. Остаются только либо супервезунчики, либо какие-то вот такие шизофреники, которые любят собачек поубивать, пофотографироваться на фоне горящих трупов, поиздеваться над пленными, вот. Ну, как бы допрос, я понимаю, что такой допрос, да, я понимаю, что такой допрос с пристрастием, но когда это все снимается на видео, с таким вот детским баравадой, это говорит о том, что человек, вот этот человек, который это делает, он психически ненормальный, он психопат. Вот. Его место явно не среди нормальных людей. Вот. И все кричат, что они какие-то там националисты. Ребятки, ну, возьмем избитый такой клише, да, Третий Рейх по советской пропаганде. Вы бы все в печках и херам сгорели. Все. За меньше, за тех же самых собачек. Вот. То есть я не понимаю, какое отношение они имеют к язычеству, какое они отношение имеют к национализму. Ну, за православие я говорить не буду, хотя попадаются такие патроны, что просто вот так вот. 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 Сербы туда тоже как-то вписались. Ну, у меня к сербам особое отношение. Я считаю то, что те сербы, которые вписались туда за какой-то мифический русский мир, ну, во-первых, они мало имеют информации. Во-вторых, это просто шлюхи. Вот. Которые просрали свою собственную страну и теперь хотят развалить чужую. За какой-то русский мир мифический. Опять же таки, повторюсь, это возможно, скорее всего, только из-за того, что не хватает какой-то информации, да. Ну, тяжело следить за русскими новостями. Точно так же, как, допустим, мне тяжело следить там за финскими новостями. Вот. Ну, как-то так. Вот ты сказал, одну вещь затронул. Для меня, конечно, она очень важная. Ты сказал, у нас нет страны. Я тут даже с тобой в каких-то вещах сейчас могу согласиться. Для меня очень это больно, конечно, но я могу согласиться. Но вот твое видение перспектив, твое видение будущего, потому что очень важно. У нас, как бы, оно свое, мы об этом говорим каждый день. А других людей мы мало слышим о будущем. Мы понимаем, что сейчас война, что сейчас все очень херово. Сейчас там Вова у власти и все разваливает и продолжает разваливать. Что делать-то в будущем? Какие вот у нас перспективы? У нас нет перспектив. Вообще. Да что ж, наложиться и подыхать, что ли? Ну, как вот, Дмитрий, ты вот... Мне кажется, нельзя такие вещи говорить нашему народу, что у нас нет перспектив. Нельзя, я согласен. Но, с другой стороны, большинство людей, по моему глубокому убеждению, это касается не только России, это касается любых людей. Будь в России, там, на Украине, там, или в Израиле. 90% это дебилы, за которых надо жевать, за которых надо принимать решения. По поводу того, как я вижу Российскую Федерацию, я думаю, что она развалится, мне так кажется. Мы хлебнем горе с Китаем, это определенно. Там, где появляется Китай, там не остается ничего другого. По сути, что мы знаем о Китае? Ничего. Какие-то вазы, китайская стена, нефритовые войны, джекичан. Все. Единственное, почему Китай еще не здесь, это их 5000-летняя военная доктрина, которая гласит, что ни одного китайского солдата за территорией Китая. Это единственное, что их пока еще сдерживает. Не надо забывать, что большой человек в Кремле уже отдал на откуп землю, там уже все ломается, выселяется, деревья пилятся, амур уже весь в бетон почти загнали, там, где все это делается. И в Китае сколько там, полтора миллиарда, да, много. А сколько нас? А деспособных? А людей, которые способны воевать, которые способны взять оружие. И получается, что, как бы, ну, вариантов нету. Я бы хотел, конечно, как-то думать об этом лучше, но я не могу. Я трезво смотрю на вещи, я не думаю вот этими вот кухонными какими-то критериями, да. Если думать, то чисто вот как национал-социалист нациями. Нация – это здоровый большой организм. Вот. От того, что, ну, не вижу я ничего хорошего. Все кричат, что Америка плохая, что Европа плохая. Однако мы смотрим американские фильмы, мы знаем европейскую культуру. Какая бы она плохая, педрестична ни была, мы ее знаем. Что мы знаем о Китае? Ничего. Вот. Взять нашу русскую историю. В этом вопросе я полностью согласен с Александром Невзоровым. У нас даже матрешка китайская. Вот кто не знал, то могу подсказать, что матрешка – это не русская, она китайская. Пельмени, даже пельмени китайские. Даже пельмени, да, вареные уши. Поэтому вся наша история, даже вот средневековая, она вся замешана на Европе. Петр, там, Екатерина, даже Николай Второй, там. То есть тяжело говорить, что мы не Европа. Но тяжело также открещиваться от того, что мы и не Азия. У нас достаточно большие территории с коренными народами из севера, и те же самые татары, там, и удмурты. Даже дагестанцы в какой-то мере. Их там много очень, национальности в Дагестане. Вот, мы, тем не менее, как-то уживались, уживаемся, с какими-то отлично уживаемся, с какими-то очень трудно уживаемся. Но, тем не менее, у нас это есть, да, то есть у нас есть менталитет более дикий, чем в Европе. Вот, и, в принципе, вот из-за этого, как бы, Украина сейчас частично и проигрывает. Они очень мягкие люди. Я это всегда видел, я это всегда говорил. Даже вот, когда я был там на 2009 год в Киеве, на пророчество, когда Чур Перуну там ставили. Вот, я посмотрел так, вот, как они обряд ведут, как вообще люди. Они очень мягкие, они очень добрые. То есть, вот, ну, пример какой можно привести, допустим, вот, из 90-х годов. Когда наши скины уже орудуют ножами, их скины бы только начали повышать голос. Вот. Ну, несмотря на то, что вот они как бы немножечко как дети, да, там невероятно легко дышится. Там невероятная атмосфера. Вот, как только попадаешь как-то вот на территорию Украины, там свободно. Там открытые лица. Вот. Я приехал туда на День независимости Украины. Вот эта вот огромная площадь, как я сейчас знаю, это уже Майдан называется. Вот. Море народу. Море народу. Я нашел, я специально смотрел. Два. Два милиционера с одной соплей на плече. Там нету милиции. Не было. Огромная куча народу. И два милиционера. Для Москвы это просто, ну, нереально. Ну, просто невозможно. Ну, вот, поэтому, ну, допустим, еще где-то, наверное, полгода назад я бы с сомнением бы, наверное, бы отнесся к тому, что есть такая нация, как украинцы. Этнически мы и одни народы. Сейчас я уверен, что такая нация и появилась. За 23 года или там за 24 года они сделали несравненно меньше, чем Путин сделал для них за год. Они озлобились, они сплотились. Люди мне пишут с разных уголков, как бы, Украины. Был такое письмо, то, что молодые люди, прекрасно владеющие русским языком, осознанно не разговаривают на русском. Осознанно. Вот, хотя, в принципе, как бы молодые, да, там, 20-25 лет, то есть они уже выросли в другой стране, у них уже другой менталитет, тем не менее они разговаривают по-русски. Сейчас они от этого отказываются. С одной стороны, это грустно, это больно. С другой стороны, я могу только порадоваться за часть своего народа, который пытается что-то сделать, который уже что-то сделал. Тут только мое уважение, только мое восхищение и пожелание всего самого лучшего во всем. Кто-то там говорит, то, что они за год ни хера не сделали, то, что там все у них козлы какие-то. Ну, смотря как судить, я считаю, то, что за год произошли колоссальные вот эти вот изменения у них. Они ввели иллюстрацию, да, вот ребята из мерзкого правого сектора хватают этих толстожопых депутатов, кидают их в помойки, да, кормят их маргарином. Ну, кто-нибудь вот из нас вот здесь, в России, это сможет сделать? Вообще даже подойти близко к этому депутату. Ну, может быть, накормить маргарином, может быть, кто-то и сможет. Ну, явно не в Москве, где-то, может быть, на каких-то отдаленных участках. А что будет дальше с ним потом? Вот с тем, кто накормил вот эту суклу маслом кривым. Вот, поэтому я только с грустью могу пожелать им больших успехов, и я за них искренне рад. Вот, несмотря на то, что, как бы, вот кусок моей крови отделяется, да, отдаляется. Хотя лично для меня перемены только к лучшему. Я, как вот раньше мог поехать куда угодно, так и сейчас, я более чем уверен, я поеду куда угодно, и меня встретят везде. Ну, благодаря еще вот этим, наверное, может быть, роликам, как бы, видео, потому что мне несколько ребят сказали, что, ну, я, конечно, не очень в это верю, вот, что, типа того, у меня вторая популярность после Ярушка. То есть, каждый хохол меня видит, ну, наверное, просто лезть, да. Вот. Ну, вот как-то так. Нет, ролики, ролики очень твои популярные, тут это однозначно я могу сказать. Вот интересная ты вещь сказал, на которую я обратил внимание. Ну, я человек православный, я очень восхитительно чувствую себя в Киеве. И вот один мой товарищ, он язычник, он говорит, я приехал из Киева, такой там счастливый, рассказывает. Я говорю, а как ты себя в Киеве чувствуешь? Он говорит, это лучший город мира, я чувствую себя лучше всего. И вот тут, представляешь, вот сейчас ты говоришь то же самое про Киев, может быть, это действительно на генетическом уровне у нас ощущение. Я ощущаю там себя свободно. Вот я приехал, я дышу полной грудью там вот просто. Поэтому, возможно, это вот какой-то уже, каким-то спинным мозгом мы чувствуем правду. Понимаешь, потому что те люди, которые вот, ну, назовем их ватники, они себя там так не чувствуют. Вот что я заметил, понимаешь? Это вот удивительно. Причем никогда не чувствовали, несчастные чувствуют так вот, если они там появляются. Раньше я также спрашивал там много лет назад, ну как, ну Киев, Киев, ну что. И сейчас я знаю, они бегают с этими ленточками, там, Ура, Крым, наш, понимаешь? Вот, а может быть, действительно, я говорю, это где-то на генетическом уровне в нас сидит. Может быть, мы и правда, как нам говорят, не все одинаковые. Да, мы и достаточно одинаковые. Ну, может быть, за исключением какой-то одной маленькой области, вот, там, где-то под Оливовым, которая никогда, в принципе, не была ни Украиной, ни Россией, там, ни Российской империей. Да, в какой-то мере, ну тут тяжело как-то судить, в какой-то мере им повезло, в какой-то мере нам повезло. А в чем им повезло, то, что мы стали буфером для мерзких хохлов, вот, у них нет вот этого наплыва азиатов, наплыва Кавказа, наплыва там еще кого-то. То есть, у них достаточно монолитная такая, действительно, и даже город Киев достаточно монолитен, очень сильно монолитен. А у нас, вот, мы как бы взяли все это на себя, понятно, что к нам едут далеко подчас не лучшие представители своих наций, вот, с этими не лучшими представителями своих наций тоже достаточно плохо обращаются те, кто их сюда завозит, взять тех же самых, кто у нас там, кто там, кого у нас завозит, Таджикистан, да, Таджикистан, да, вот, я одно время работал на большую такую, ну, частную компанию, мы делали ремонт у инопланетян, я их называю инопланетян, это вот эти новориши, миллионеры все, то есть, Рублевка, Барвиха, вот, и пообщался как-то вот с прямыми вот из Донстроя. Вот. Как их завозят? Вот их завозят сюда, вот, один сюда приезжает, он еле-еле разговаривает по-русски, его встречают, давай, завози сюда весь свой аул, все будет нормально, он, значит, отзванивается, приезжают сюда пять аулов, а их с поезда уже заранее встречают, сажают в автобус, это было, ну, лет восемь назад точно, вот, именно так, как вот есть. Завозят их на базу, в ближайшем Подмосковье, отбирают все документы, они там сидят, их вывозят на стройку, и они вот, то есть, люди, которые не умеют строить, ну, лишь бы приехали сюда, то есть, вот, что-то огромный такой муравейник, черной рабочей силы. Обращаются, как, понятно, как, с кем, вот, кормят, я один раз попробовал их еду, ну, вот, я здоровый такой, вот, мне ее хватило минут на 15, наверное. Вот, а люди едят вот такую вот еду, то есть, три раза в сутки, это в лучшем случае. Вот, и обращаются с ними, как со скотом, зарплату не платят, ничего не дают, они голодают, вот. Он кушать хочет, что ему остается, он идет и ворует, к нему обращаются, как со скотиной, конечно, он не будет испытывать какого-то уважения к нам, кто здесь живет, а здесь он озлобляется в силу своего понимания, в силу своего интеллекта, не понимает то, что это не я такой плохой, это тот, кто сюда его позвал, такой плохой. И получается криминальная обстановка, получается вся эта фигня, то же самое с исламом происходит, которые вот эти горные джигиты сюда приезжают, вот, начинают. Сейчас уже меньше, потому что спасибо Рамзану Кадыру, который вот угомонил всю вот эту вот залихватскую свою молодежь, и все вот это пристранил, потому что раньше в Москве было очень много таких вот инцидентов. Вот, но тоже тут опять же-таки надо понимать менталитет вот этих вот кавказских горячих джигитов. Он живет по шариату, у него все на вы, мама на вы, папа на вы, на девушку косо не взгляни, это значит плохо. А тут он приезжает, и он понимает то, что если женщина одетого с такими сиськами идет, и у нее трусы видны, то это шлюха. Ну вот это по всем, по человеческим понятиям, это шалава. Естественно, он начинает себя вести с ней как с животным. Вот. И что в итоге? За нее мало кто заступается. А, да тут еще все мужчины трусы, это не мужчины, это шакалы. Все, он окрыляется, у него срывает голову, безнаказанность понеслась. Уголовщина, дальше, дальше, дальше. От этого идут уже этические столкновения и все остальное. Вот, поэтому украинцам повезло в том плане, что у них вот этого нету. Вот, то есть, нам повезло в том, что мы более жесткие. Вот, то есть мы через все это проходим каждый день, каждый час я в метро вхожу. Порой я с трудом нахожу русские лица в метро в московском. Мне горько от того, что я не вижу своей Москвы. Ее нету. У меня лет 10 назад, наверное, бабушка как-то вот рассказывала. У нас был дом на Моросейке, это самый центр Москвы. Вот еще до войны. Вот. После войны там фотографии такие. Я говорю, бабушка, а что ты такая толстая? Говорит, Димочка, это от голода. Мы голодали. Вот. И после войны переехали на Полежавское метро. Ну, и вот она там долго-долго жила, а потом вот лет 10 назад решила поехать в центр Москвы, посмотреть, поностальгировать, как это бывает. Она приехала в совершенно убитое настроение. Говорит, я там плакала. Я Москвы не увидела. Ее нету. То есть, вот вообще ничего. Ни домов, ничего не осталось. Поэтому я динозавр, который доживает последние свои годы здесь. Москва – это Вавилон, который недостоин жизни. Как это ни больно, но это так. Поэтому ребяткам из областей, из глубинок, из дикой и дремучей Сибири не надо смотреть на Москву. Да, в Москве все варится, да, в Москве все события. Но не надо смотреть на Москву. Если вы что-то хотите делать, делайте это самостоятельно. Москву мы просрали в 90-х годах в начале. Это я понял, когда был в Русском национальном единстве. Когда нас собиралось огромные, как бы вот, ну, мне так казалось, по молодости толпы, там, отделениями мы строились. Вот. И все равно Москва уже тогда была не наша. Мы тогда, имея такие вот хорошие организационные способности, дядек великовозрастных таких вот, как я сейчас, вот, мы ничего не могли делать. Это с учетом того, что был вот этот вот Лужков, с учетом того, что был Ельцин, которому на все было плевать совершенно. Вот. Не смотреть на Москву. Вот в связи с этим, такой следующий вопрос, ты как бы обозначил, вот, для Русского национального движения, на твой взгляд, кто сейчас враги наши и кто друзья? И во внешней политике в том числе. Потому что ты как бы сказал, ну, я уже тоже в свое время говорил на эту тему, что сейчас русские националисты поделились на две категории. Ну, может быть, так всегда и было. Одна категория не считает американцев и европейцев врагами, считает, ну, я бы сказал, недоброжелателями нашими китайцев. А другие, наоборот, там, с китайцами в засос, а вот там самые страшные какие-то там эти пиндосы и там европейцы, они там прям как будто они что-то могут у нас отнять. И тогда вот возникал всегда у нас спор. Я говорю, ну, что же у вас американцы с европейцами отнимут? Китайцы могут территорию отнять, китайцы могут вообще у нас все забрать. И этим от нас, собственно, ничего не нужно. Лишь бы только в них ракетами не пуляли. И вот в связи с этим, на твой взгляд, враги и друзья и снаружи, и внутри. Ну, если смотреть на Китай, да, Китай непосредственно даст нам прикурить. Рано или поздно это однозначно. Вот. Это такая вот змея, которая сидит, молчит, смотрит на тебя тупыми глазками, и когда укусит, неизвестно. Вот. Несмотря на то, что, как бы, вот всю историю мы с Китаем мирно прожили. С другой стороны, у нас всякая вонючая педагогистическая Европа, всякие сумасшедшие американцы, вот, которые хотят вечно все что-то у нас, да. Ну, посмотреть историю, всю свою историю мы костыляли всей этой сраной Европе. Ну, любой, любой Европе мы костыляли. Без вариантов. Вот. И у нас все равно, несмотря на то, что, как бы, вот они все это хотят, у нас все равно намного больше общего с Европой. Вот. Может быть, сейчас меньше общего, потому что она там совсем уже вся стала не Европа, а непонятно какая там Африка с непонятными юрами, религиями и пидорасами, которые пляшут там на Евровидении. Вообще, дурдом полнейший. Вот. Но... Получается так, что у нас нету друзей нигде. Никак внутренние. Ну, тут можно сказать про внутренних врагов. Такой пресловутый еврейский заговор. Да, вот. Его нету, но он есть. Вот. Ну, тяжело, как бы, говорить всерьез насчет еврейского заговора, что он весь такой вот прям целенаправленный. Может быть, просто из-за того, что, опять же-таки, надо смотреть историю людей, историю народов. Вот. Почему, как бы, вот так получается, что на верхушках в основном всегда сидят люди из Израиля, да, и с корнями оттуда. Ну, хотя бы потому, что израильтяне – это народ письма. У них письмо. Вот. Русские, славяне – мы народ языка. У нас мало письма. Хотя потому, что просто в Израиле пустыня, да, там все лучше сохраняется. Письмо, вот это все свитки. А у нас на Бересте-то много не нацарапаешь. Поэтому мы более богаты языком. Сказки, притчи, да, вот это все. И у них прописано в принудительном порядке учеба у израильтян. Почему вот вся Европа под жидами сидела всю Средневековье? Потому что они умели писать и читать. Потому что в этой сраной Европе мыться начали только 200 лет назад. Там короли не мылись, не читали. О чем говорят тогда обычные крестьяне, еще кто-то. Естественно, кто владеет информацией, владеет деньгами. Вот. Поэтому все как бы не любят евреев. Ну, ребятки, учитесь. Тогда и евреи будут глупее вас. Или вы тогда станете ровнее евреев. Не надо кричать на евреев, потому что они все такие гондоны. Нет. Это вы гондоны, потому что вы не учитесь. Меня восхищает еврейский подход к детям. Маленький такой видео смотрел. Заходит, значит, такой вот, прям вот совсем поясатый во всяких кепках. Там вот проб ставить негде евреи, значит, в детский садик. И он приносит с собой маленькие такие тортики с повидлом в виде еврейских букв. Подзывает к себе ребеночка. Вот смотри, эта буква там А. Палец берет там. Попробуй. Сладкая? Вот смотри, какой сладкий у нас язык. Надо его учить. Великолепно. Великолепно. Почему у нас так никто не делает? Я не понимаю. Мы враги, прежде что сами себе. Никто еще не себе, не враг. Не надо искать особо сильных врагов, там где-то там таких вот. Это мы и все враги. Мы не учимся в школах. Мы не заканчиваем институты. Мы не лезем куда-то там во власть, потому что считаем, что это говно, что это дрянь. Да, это говно, дрянь. Вот кто-то лезет, ему вот хоть в глаза ссы, ему все будет с божьей роса. В итоге они верховодят, как бы, да. И со временем вот эти люди, будь они евреи, там, или чечен, или русские, они теряют свою национальность. Это люди без нации, без родины. Он теряет это все. От того, что он присатый, да, там Абрамова зовут, это не значит, что он еврей. Он никто. Вот где ему будет тепло, в жопе, туда он уедет жить. И тот же самый Иванов, там, Петров, Сидоров, Вася, который туда пролез, у него нет родины. Ему в жопе будет тепло в Израиле, он уедет в Израиль. Это паразиты, которые без национальности, они тем и страшны. Потому что когда человек получает огромную власть, огромные деньги, ему совершенно насрать на все остальное. Я с такими людьми общался, как бы, ну, не очень много, но вот я, по крайней мере, я делал их дома, я видел, как они живут. Для них купить, грубо говоря, внедорожник, все равно, что для нас с вами сходить в магазин за хлебом, это вот буквально. У них другие понятия, у них дома нет открывалки, чтобы открыть консервы, потому что они не знают, что такое консервы. У них холодильник пустой, потому что они дома не едят, не готовят. У них другой мир. Это люди, которые живут здесь только потому, что здесь хорошо наживаться. У них все пропало. Это люди без национальности. Ну, вот мы говорим о будущем. И это, в общем-то, на самом деле, это единственное, что меня интересует, будущее. Меня не интересует прошлое. Меня не интересует даже настоящее. Меня интересует будущее. Ты говоришь, что оно у нас очень такое проблемное. Я согласен. И поэтому такой вопрос прямой. Ты вот готов с нами вместе эти проблемы решать? Вот ваше движение готово решать эти проблемы вместе с нами? Потому что, ну, мы идем к этому. Сейчас Россия опускается на дно. Когда-то она на дно ляжет. И от этого дна нам всем вместе будет оттолкнуться. Ты говоришь, власть говною. Я с тобой согласен. Ты готов участвовать с нами вместе в том, чтобы забрать эту власть? Да, готов. Да. Скажу даже, ну, позволю себе, наверное, крайнюю вольность. Скажу даже о Дмитрии Демушкина. Он полностью как бы готов. Все. То есть тут вопросов нет. Несмотря ни на то, что надежды мало, мы готовы все это делать. Есть люди, которые с высшим образованием, которые не просто так, вот, как я на улице воспитывались, а действительно закончили умные всякие вещи, умеют там читать, писать не только. Они готовы все это вывозить на себе, на своих плечах, готовы пахать за зарплату, а не за прибыль. Готовы это делать круглые сутки. Тут все назревает, назревает, все никак назреть не может. Вот этот вот гнойник, он все прет, 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 а его товарищи вот из больших стен красных постоянно протыкают и спускают пар. Вот у нас назревала очень сильная атмосфера. Сделали, значит, Украину. Ну, конечно, тут специально ты прав, абсолютно. Это клапан такой, клапан очень важный для них. Надо этот клапан забить нам обязательно. Вот пока сейчас вот всех вот эти вот сумасшедшие там не передохнут или не поумнеют, обратно не вернутся, если их, конечно, не попересажают, тогда опять вот начнется, конечно, вот это давление нарастать. Но насколько оно быстро там все это перекроется, любому понятно, что как только закроется вопрос здесь с Украиной, это будет очень опасный сосед под боком. Ведь нельзя забывать, что они сделали это все на народной волне. Так или иначе, правые продавили весь этот Майдан. И у них есть добровольческие батальоны, даже полк есть Азов, который официально имеет оружие. И у них это оружие уже никто не отнимет. Если будут такие соседи у Российской Федерации, она стремительно будет подвергаться опасности для развала, для мятежей каких бы то ни было, для власти это очень опасно. Я в какой-то мере имперец, я против отсоединения каких-то республик, каких-то земель, но есть вероятность того, что действительно РФ развалится, и мы потеряем. То есть кто-то превратится в банановые республики, а кто-то идет под Китай. Поэтому Украину будут как можно больше, я считаю, использовать, чтобы у нас этого не произошло. Посмотрим, поживем, увидим, как там все произойдет. По крайней мере, ребята, которые туда уехали, есть и такие, которые поехали за жиды Бандер, пожрать там снегирей, попить крови русских младенцев, такие тоже извращенцы нашлись. Они говорят, что там, конечно, не мед, но вот чувство свободы, чувство товарищества здесь, в России, они такого не ощущали. Они каждый день ходят там под пулями, не всегда едят горячую пищу, но они свободны, они вот как наркоманы. Они вот как наркоманы, вот этой свободой, несмотря на то, что им закрыть сюда въезд уже совсем. Они, конечно, в чем-то жалеют кто-то, кто-то не жалеет, что туда уехал. Но ребята все говорят, что там дышится совершенно абсолютно по-другому, несмотря на все трудности, которые они сейчас испытывают. Вот как-то так. Спасибо огромное. Дмитрий, очень хорошо, мне очень понравилось все. И самое главное, мне нравится то, что мы вместе. То, что ты готов, и это очень здорово. Мне было бы приятно вместе с тобой пойти в бой. Я думаю, мир тесен, наш мир тоже тесен. Я более чем уверен, что мы встретимся рано или поздно вживую, пообщаемся, тоже там попьем чаю или коньяку, если это позволит обстановка. Конечно, надо все это поддерживать. Даже если где-то какие-то есть несостыковки, прежде всего, я считаю, нельзя выносить СОРСБ. То есть, в самый край случай, да, можно сказать, вот это вот совсем-то напидорасился, пошел в жопу. Остальные там нет. Всегда надо быть вместе, всегда надо друг друга поддерживать. Вот, только так. Только так. Несостыковки это того не стоит, понимаешь? То есть, единство это то, что нас спасет. Если мы сейчас вот станем монолитными, пусть нас будет немного, но мы будем четко видеть цель и четко знать, что мы за эту цель готовы отдать все. Тогда мы победим. Я уверен, я уверен, что в России есть будущее. И уверен, что это будущее с тобой вместе. Поэтому удачи, всех благ, счастливо всем нашим зрителям. Спасибо. Нас сегодня смотрело, там вот по пять тысяч человек. Я думаю, что в прямом эфире. Я думаю, записи будет гораздо больше. Хорошо, могу привет передать по-быстрому? Да, конечно, да все что угодно. Отлично. Да. Так, ну, передаю привет ребятам из Киева-1, Киева-2, батальон Сыч, полк Азов. Ребята, вы все молодцы. Вот, не передаю привет правому сектору, потому что они все мерзкие фушисты, они у нас тут запрещены. Вот. Ну, ребята, держитесь там. Вот. И не ешьте много снегирей, оставьте насыщих. Тоже все заблудитесь там, да, голодаете, голодаете. Все. Всем всего хорошего. Большое спасибо за прямой эфир Вячеслава. Доставило много удовольствия. Вот. Надеюсь, что увидимся вживую, пообщаемся, сгружимся. Все будет хорошо. Спасибо. Мы победим. Удачи, всем удачи. До свидания. До свидания.